Юристы и люди, знающие детали дела Игоря Пушкарёва, на процесс благодаря позиции самого обвиняемого был максимально прозрачным, видят в материалах дело несоответствие. Пушкарёва обвиняют не в незаконном предпринимательстве, что было бы понятно. Нет, ему инкриминируют получение взятки, коммерческий подкуп и превышение должностных полномочий. Защита настаивает, в деле имеется массив доказательств того, что в действиях Пушкарёва нет состава преступлений по тяжким статьям. Восьмой канал узнал мнение известных в Владивостоке политиков, бизнесменов и общественных деятелей о приговоре по делу Игоря Пушкарёва. Вот как оценивает роль Пушкарёва на посту мэра и комментирует резонансное дело президент общественной организации инвалидов Ковчег Артём Моисеенко. Игорь Сергеевич поддерживает всегда социально незащищённые категории населения. По крайней мере, когда он был главой, он очень много делал для нашей организации. Непосредственно это транспорт с подъёмниками у нас, благодаря его поддержке стал работать. Причём транспорт возил людей в любое время, независимо, так сказать, выходное ли это, или вечернее время, или рано утром. Поэтому такой службы, как у нас в Владивостоке, больше не было и нет на сегодняшний день ни в одном городе. Как общественный, как депутат в прошлом города Владивостока, я считаю, что польза была очень большая от его присутствия на этом месте, как главы города. И считаю, что, конечно, срок этот, который ему назначен, он совершенно не обоснован. И не вижу я смысла, он не какой-то преступник, которого бы можно было, так сказать, заключить под стражу, тем более на такой срок. То есть даже, по сути, нет. Я читал информацию, которая выходила и на социальных сетях, и в других средствах массовой информации. Я считаю, что доказательств его вины нет. Наоборот, он приносил большую пользу городу. И нет смысла его удерживать. Считаю, что он мог бы и сейчас, на сегодняшний день, принести большую пользу для жителей города. Напомним, 9 апреля Тверской районный суд Москвы приговорил Игоря Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее возглавлявший группу компании «Востокцемент» Андрей Пушкарёв осуждён на 8 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 500 миллионов рублей. Депутат законодательного собрания от Спасского района и города Спаск-Дальний Александр Бехтер вспоминает, как работала команда Пушкарёва, готовив Владивосток к первому саммиту ОТЭС в 2012 году. Была проделана грандиозная работа в отношении и облика города Владивостока, и грандиозных строек, и я думаю, что достойно всё это было его исполнено. И знаю, что у Игоря Сергеевича были грандиозные планы по поводу новых дорог, объездных и так далее. То есть всё двигалось, работало. И, в общем-то, у меня самые такие вот позитивные к этому отношения, к его деятельности. Знаю не один десяток лет, и у меня самые приятные о нём мнения и так далее. Но я не могу выступать в качестве эксперта, и не знаю материалов дела и так далее. Не мой профиль, так сказать, но с точки зрения обыкновенного обывателя, простого человека и людей, с кем я общаюсь, таких же, все, я прихожу к мнению, и все там считают, что это очень жёсткий приговор. Если сравнивать, это же таких дел там много, на самом деле, да, там и с хищениями, и связано с губернаторами и так далее. Но такого вот по количеству лет, такого вот не было. Художественный руководитель Приморского академического театра имени Горького, народный артист Российской Федерации, почётный гражданин Владивостока Ефим Звенятский захотел обратиться к Игорю Пушкарёву и тем, кто принимает решение по апелляции лично. Дорогой Игорь Сергеевич, я хочу сказать, что разговор мой сегодня, если это не вопль в пустыне, то тогда я буду считать, что он полезен, ибо каждый день, который принесёт тебе свободу, час, месяц, неделя, год, это будет подтверждение тому, что я небесславно сейчас обращаюсь к тем, кто может, крайне серьёзно подумав, изменить ситуацию, в которой ты сегодня находишься. И я буду счастлив, поскольку ты человек, создавший здесь свою поэзию, памятник Инвисоцкого, Солженицына. Поэтому это твой стих интеллигентного, образованного человека. Ещё раз напомним, 3 октября Мосгорсуд приступит к рассмотрению апелляции дела Игоря Пушкарёва по существу. Защита Пушкарёва подчёркивает, что бывший мэр Владивостока не оспаривает своё участие в управлении предприятиями «Востокцемента». Соответственно, за свою работу он получал доход, а не взятки. И направляет внимание суда на ряд нестыковок, которые теоретически могут снизить срок заключения подстражей с нынешних 15 лет. А возможно и отменить решение суда первой инстанции. Общественные деятели и эксперты допускают послабление в деле Пушкарёва вплоть до его полной реабилитации и признания его незаконно задержанным. Итог узнаем 3 октября. Реавладньюс будет вести текстовую онлайн-трансляцию заседания суда по апелляции приговора. Максим Яковлев, новости на восьмом.